все получилось за привет привет помашу ой я на привет я тебе помахала как раз века привет но все девочки начну сегодняшний эфир я хотела еще раз рассказать про интенсив и еще раз я не знаю как бы подвести вас к тому чтобы вы принимали участие потому что все равно еще много вопросов и к сожалению почему-то вот я пишу пишу посты и последнее время я вообще на тему эфира и на тему интенсива постоянно пишу посты но все равно в директ у меня задают вопросы а вот что если я не могу посмотреть прямой эфир то что если я не хочу вязать лицевую гладью хочу взять какой-то другой узор что мне делать ну то есть хочется ответить на ваши вопросы какие-то если они есть плюс хочется еще затронуть некоторые организационные моменты потому что уже завтра мы начинаем и хочется чтобы девочки которые в интенсиве участвует чтобы они уже немножко освоились и поняли что происходит потому что у нас очень много новеньких вот очень много и я очень рада что девочки которые раньше так но присматривались смотрели записи там думали но они сегодня уже вот сейчас уже решили участвовать и завтра мы начинаем вот еще раз расскажу завтра мы начнем вязать свитерс оверсайз свитер со спущенным плечом я специально сегодня дело такой фасон вот я руки расставлю как вы видите здесь вот такой угольничек вот у меня шов здесь прямоугольничек и за счет этого создается спущенное плечо очень многие девочки неправильно трактуют это этот фасон они думаю что спущенное плечо это когда вот ну вот так ну то есть можно и так этот свитер носить я сделала его таким под себя ну понимаете чтобы мне было удобно чтоб мне нравилось но это не значит что мы будем вязать свитер там где открытое плечо мы будем вязать свитер со спущенным плечом то есть у нас обычно плечо находится вот здесь на суставе плечевом но мы будем вязать легкий фасон это очень легкий фасон для новичков когда у нас плечо смещается вниз и вот видите с плечо у нас теперь здесь поэтому называется плечо спущенное но почему она здесь потому что мы не вывязывали пройму вот здесь пройму вывязывать мы не будем то есть у нас будет просто тут дырка для рукава и после этого когда у нас создастся дырка для рукава мы будем отсюда вязать рукав сверху вниз также расскажу как вязать рукав снизу вверх здесь у меня сверху вниз связан этот у меня свитер убежав без швов вот я буду рассказывать как вязать и без швов и со швами так дожить у меня в зеркальное отражение как поправить вот что насчет выреза вырез у вас может быть круглый может быть вот такой прям под горло может быть с высоким воротником может вообразно у меня здесь v-образный вырез вот видно хорошо убавки но за счет того что дырка для головы она большая то этот вырез у меня сидит вот так ну соответственно именно то что я и хотела сделать и у меня все получилось вот прям как надо также может быть вы или может выреза в принципе вот такого ярко выраженного вообще не быть то есть вы можете просто связать какую-нибудь лодочку либо закрыть петли прямо и тогда тоже получится ну тоже получится вот так скажем я буду рассказывать разные варианты поэтому самое главное что у нас будет это спущенное плечо кто девочки которые уже со мной вязали много раз и которые я уже знают как делать расчеты на втычной рукав или там на реглан снизу вверх или там может быть круглую кокетку то вы можете вязать и свой вверх но новенькие девочки и те кто сомневается и те кто просто не хочет заморачиваться и вязать что-то свое мы будем вязать вот именно вот это спущенное плечо это самое главное что мы будем общее делать дальше уже все зависит от вас что вы захотели то вы вязать будете вырез какой угодно хоть глубокий хоть не глубокий хоть широкий в смысле вот такой хоть узенький под горло хоть полукругом хоть v-образно все это я буду рассказывать это не значит что я вас брошу и скажу ищите сами информацию я вот рассказала такой а остальное ищите сами нет я буду все это рассказывает разные виды вырезов и здесь уже у вас будет свой фасон по поводу узора узор здесь у меня просто лицевая гладь потому что ну я считаю что это пряжа самодостаточная какая-то это с альпакой пряжа вот ну и в целом я люблю лицевую гладь поэтому вязала так вы выбираете свой узор и вы не переживаете что мой узор не совпадет с вашим я не буду вязать лицевой глади я буду вязать другим узором но смысл в том что я буду рассказывать как сделать расчеты в во всех случаях то есть я не могу сейчас это объяснить как-то более подробно как-то не знаю более точно но поверьте мне вы выбираете свой фасон верха у вас будет спущенное плечо вы выбираете свой узор у вас своя пряжа и все и вы совершенно спокойно будете делать расчеты под себя красивая горловина у вас спасибо вы вот сможете такую же связать и не переживайте за то что у вас будет другой узор потому что все ваши расчеты они будут как раз конкретно под вас сделаны но вы будете делать их по моему плану то есть я буду четко рассказывать что куда мы как пишем считаем и вяжем а вы будете делать все уже со своей стороны то есть брать свой узор и повторять за мной но в то же время опираясь на то что хотите вы на свои предпочтения на свой фасон на свой узор и на свою пряжу ничего страшного в этом нет не переживайте то что вы там новенькая и еще не вязали крупные вещи или боитесь в принципе вязать что-то не так как у меня и будете за мной повторять можно за мной повторять это вообще не проблема вы решаете сами ну и тут нет правильного или неправильного варианта вы решаете сами брать вам свой узор или повторять за мной можно вязать просто лицевой глади если вы совсем новенькая вам тяжело еще и с узором разбираться новенькая я имею ввиду новичок вязание они новенькая ну тут можно по-разному понять вот то еще по поводу узора любой выбираете также вы можете здесь вязать разные араны то есть тут широкая коса ту 2 узенькие у меня есть девочки в чате скидывали те свитер очки которые хотят связать я видела там свитера они как раз с разными с разными узорами то есть тут коса там тут ромб тут еще какое-то завихрение можно и так то есть я расскажу как делать расчеты и на такой случай вы выбираете просто свои узоры какие хотите либо один узор либо повторяйте за мной все подойдет вот главное что будет вот это спущенное плечо рукав мы потом мы с вами сначала свяжем спинку вперед можно вязать по кругу можно вязать частями здесь не вязала как частями я буду вязать частями потому что у меня пряжа незнакомая мне я лучше так поберегу свой шов пусть будет шов и что под растяжение обезопасить себя вот но если пряжу я знаю то можно вязать без швов то есть вы можете вязать без швов по кругу тоже я расскажу вам как посчитать вы можете вязать поворотными рядами то есть начало вперед потом спинку после того как мы связали до пройм даже не до пройм а до выреза вперед спинку я рассказываю как вязать разные виды выреза вы делаете расчеты вяжите свои вырезы затем мы приступаем к вязанию рукава я расскажу как вязать рукав сверху вниз как набирать петли отсюда то еще вообще у вас свитер был бешок вы представляете вы можете вязать по кругу потом у вас останется дырка для рукава вы отсюда начнете вязать рукав сверху вниз у вас уже здесь не будет шва вы просто сразу отсюда наберете петли здесь рукав вы будете вязать например по кругу тоже и все у вас будет готовы свитер без швов плечи мы будем сшивать моим любимым швом которые уже сто раз показывала петля в петлю вот здесь вот плечи сшита швом петля в петлю видите не ничего никакого шива здесь нет все гладенько я вам покажу как это делать вот и если не хотите вязать вот так целиком без швов тогда вы вяжете отдельно рукава снизу вверх потом сшиваете вот тут сшиваете вот здесь рукава свои и носите ну то есть разные варианты вы будете обращать внимание на себя как вы хотите вязать так вы будете вязать если вы сомневаетесь в том что у вас что-то получится хорошее повторяйте за мной вот за мной повторить это же все получится но то и смотрите на свое на свой опыт как вы уверены в себе не уверены и потом в общем по ходу дела мы разберемся вот я хотела рассказать по поводу узоров пряжи фасона пряж пряжа тоже может быть любая как вы понимаете потому что может быть узор например с косами то может быть пряжа гладенькая может быть узор просто лицевая гладь там может быть пряжа пушистая это может быть и хлопок и меринос то есть и летние зимние пряжи вяжите вот то что у вас есть тоже такое бывает лежат какие-то ниточки не знаете куда приткнуть вот как раз отличная возможность приткнуть в наш интенсив эту пряжу и связать свой свитер из каких-то там стареньких запасов которые вам мозолят глаза и занимают место на вашей полочке вот сейчас почитаю что вы пишете пишите вопросы вот по поводу фасонов также сейчас вот перед интенсивом я скинула некоторые модели к себе в stories вы можете посмотреть ну просто посмотреть что такое спущенное плечо какие можно свитерочки связать может тоже вам придет какая-то идея вы можете просто выбрать свитер из stories также это все я опубликую в закрытый профиль instagram для участниц интенсива туда вы можете в любое время зайти посмотреть полистать модельки и выбрать что-то себя также у нас в чате это уже для участниц интенсива говорю в чате девочки тоже скидывает модели и тоже можете их брать но заходите в пинтерест в гугл я не знаю куда в инстаграм пишите там хэштег свитер оверсайз и получаете кучу идей выбираете и вяжите ну то есть не то что вяжите берете за основу эту фотографию потом уже мы с вами вместе будем делать расчеты пишите вопросы я сейчас расскажу еще дальше про наш интенсив букле подойдет конечно подойдет и стопроцентного мериноса лучше со швами вязать мне кажется да потому что меринос все таки немного растягивается и лучше тоже вот обезопасить себя от растяжения и не себя свитер обезопасить и со швами вязать а еще по поводу швов вот если кто не умеет красиво сшивать и хочет научиться советую вязать со швами чтобы как раз в нашем интенсиве у вас тоже отличная возможность научиться красиво сшивать то есть без швов возможно вы и сами без меня свяжите а вот со швами уже может быть понадобится какая-то помощь и пока есть интенсив вы можете со швами связать и вместе со мной сшивать спасибо за ваши уроки вы не за что саша слушаю тебя у самого же образ свитера в голове о века ура можно еще раз повторюсь вязать точно как я бывают разного уровня новички но вот какому уровню вы себя относите это наверное вам виднее будет потому что я тем более не знаю есть новички которые вяжут три года и называют себя новичками потому что они вяжут шапки носочки шарфики снуды и свитера не вязали и считают себя новичками а есть новички которые начали вот буквально месяц назад и уже со мной например сейчас да будут вязать свитеры через три недели у них будет готова свитер все они уже перестанут себя чувствовать новичками они будут уже уверены и потому что ну конечно может это как-то хвастливо звучит я похвастаюсь ладно ничего страшного но реальные девочки мне рассказывать что после моих интенсивов после моих видео они начинают вязать любые вещи как как хотят то есть у них нет привязки к описанию у них нет привязки к фотографии где очень все четко видно они могут просто где-то мельком что-то увидеть нарисовать посчитайте связать ну вот так получается я не знаю почему так вышло но я имею ввиду что я просто рассказываю то что знаю атака ну вот получилось все в моей жизни что она вам помогает теперь какой красивый свитер на вас спасибо вот можете со мной такой связать узор волной подойдет до лариса любой узор подойдет вообще любой это такая модель которая но я честно вам скажу наверно это самое легкое что вообще есть вязание вот но в то же время я считаю я обожаю в точной рукав и я обожаю вот такое спущенное плечо то есть то что самое легкое это не значит что она самая не очень красивая на мой взгляд спущенное плечо ты сейчас самое модное что только может быть самая модная поэтому мы сейчас будем вязать самый модный свитер и поэтому ну как бы не стесняйтесь того что вы будете взять самый легкий фасон саша что должно быть под рукой на первом эфире а то я буду на работе смотреть листочек ручка и сантиметровая лента и все на первом эфире ну давайте я чуть позже расскажу про расписание сейчас почитаю в принципе если вы будете сразу за мной повторять тогда до сантиметровая лента и листочек с ручкой но вы можете же просто посмотреть записать себе что-то а потом уже прийти домой и все это померить то есть вы можете просто записать какие мерки нужны домой придете померите запишите на этот же листочек все уже домашка у вас первое готово добрый вечер мастер-класс уже завтра до завтра в 20 00 по москве как сейчас у нас начнется уже первое первый выпуск нашего интенсива присоединилась ой привет вам красивая горловина у вас спасибо вяжется проще простого тут даже она не обвязана вот вот просто я просто просто убавки сделала и готова видите даже никакой нет обвязки саша ты английскую резинку вяжу с накидами или нет ну да да я не из нижней петли вывязываю а с накидом да вот так я подготовил образец небольшой сейчас я вам тоже покажу дань но еще я буду снимать видео про английскую резинку такое вот и в ней интенсива ну то есть она будет внутри интенсива но вне прямого эфира вот так и покажу как я вижу я не думаю что это какой-то самый простой способ или еще что-то просто я вот как привыкла так и вижу я консерватор в этом вопросе и если я умею вязать английскую резинку так то чем не заморачиваться и придумывать другой способ хотя миллион но не миллионным есть несколько способов ее вывязывания с накидами это мне знаешь это мне надо взять спицы и связать чтобы вспомнить потому что так иногда бывает знаете спрашивает как вязать такой узор а ты сидишь и думаешь блин а как его вязать а берешь спицы в руки пряжу и руки сами вяжут саша секси спасибо добрый вечер здравствуйте так ну все вы тут уже здороваетесь пишите вопросики по поводу фасонов привет росток есть росток у нас есть в круглая кокетка и в реглане здесь у нас ростков выступает разница глубины вырезов то есть спереди глубина выреза больше сзади меньше за счет вот этой разницы это и есть росток но у меня вот тут спинка она у меня вон вот видите спинка у меня выше чем вперед вот это и есть росток хотя здесь ростка нет это росток ростком называется вот эта разница в реглане в круглой кокетке здесь у нас просто разные вырезы разная глубина вырезов будет ли вывязываться росток вот я ответила в этом фасоне ростка нет но а за счет разной глубины вырезов достигается в это самое сходство с ростком здравствуйте если пряжа толстая шов не будет грубым например ализана на год плюс но вот у меня вот эта пряжа тоже толстая здесь у меня есть шов вот он он выглядит вот так вот видите вот так он выглядит но если для вас это толстый тогда конечно же вяжите по кругу вообще ализала на год и плюсы и файны и классик они не растягиваются сильно поэтому можно спокойно по кругу вязать из этой пряжи но если вы хотите научиться сшивать тогда да вяжите со швами я смотрю эфир вижу образцы супер образцы вязать не нужно девочки новенькие особенно не пугайтесь старенькие мои девочки которые вяжут со мной уже давно не знают мою систему как мы это все как проходят эфиры как мы это все планируем поэтому они себе пока есть время вяжут образцы образцы вязать не надо но я имею ввиду не то что не надо если хотите вяжите но это необязательное условие все это мы будем делать вместе с вами не пугайтесь что какие-то девочки уже навязали кучу образцов уже решают думают все это будет у нас в в курсе интенсива и вы успеете все связать успеете подумать успеете сдать домашнее задание вот не переживайте если я не говорила ничего про образцы значит не надо вам нужно только пряжу подготовить даже спицы я вот периодически говорю что спицы у вас конечно же должны быть в доме но определиться с размером спиц тоже еще можно не определяться то есть во время интенсива мы еще с размером определимся меня выбила из эфира до они с накидами я задумалась но да с накидами согласно кучу модных луков именно со свитером оверсайз да да приветик на к париж подойдет подойдет конечно конечно мне кажется и знака париж только и вязать какой-нибудь лицевой гладью просто что-то простое потому что пряжа сама уже по себе но ну как-то сказать с помощью этой пряжи создается уже закончены какой-то вид там не нужно никаких фасонов не нужно никаких узоров каких-то специальных просто берете вяжите и уже красивый свитер саша сколько по времени будет идти интенсив интенсив вот эти три недели сейчас я расскажу про расписание я уже образцы навязала со спицами определилась моделька вроде нарисовалась осталось оплатить надеюсь завтра получится до банкомата дойти хорошо лена запуталась английской резинкой по кругу и поворотами смотрела кучу видео реально запуталась я вязала английскую резинку в интенсиве по шапкам и там я показывала как его по кругу вязать ну наверно ты видела они цена интенсива стоимость интенсива за все три недели участия любая сумма от 100 рублей вы мне можете скидывать сколько хотите вот насколько вы оцениваете мой труд насколько вы оцениваете важность этого всего мероприятия столько и скидываете сразу говорю что если вы скинете 100 рублей это не значит что вы будете самый какой-то там позорный до участница нет такого вообще нет и скидываю девочки 100 рублей это совершенно нормально то есть если я сделала такую стоимость значит я к этому готова не переживайте потому что есть девочки которые скидывают тысячу и извиняются саша простите что так мало вот у меня больше нет и там для ляля до карточки не осталось не могу себе позволить вообще не переживайте скидывайте сколько хотите вот сколько вы можете себе позволить заплатить за интенсив столько и скидывайте если вы новенькая я понимаю что вы пока мне не доверяете и вам сложно скинуть ну много ну во сколько по вашему мнению много столько и и будет вот поэтому такая сумма чтобы вы могли совершенно спокойно и со сложным материальным положением участвовать и не доверяя мне еще и не знаю что вообще будет чтоб не жалко потом было и ну просто самой подумать и решить сколько может это стоить и скинуть сколько хотите минимум 100 максимум нет у нас никакой границы девочки из украины тоже могут оплачивать любая сумма от 45 гривен на карту приватбанка вы скидываете это девочки с украины сашенька пряжа ализе baby шеки рим в 100 грамм 320 метров если вязать 2 нити на спицах 5 с половиной 500 грамм хватит на свитер ниже попы мне кажется пять с половиной это тонкие спицы для в две нити если вы будете вязать мне кажется спицы надо чуть потолще но опять-таки посмотрите по своей плотности мы будем разговаривать про образцы во вторник и там во вторник мы с вами вместе решим что вам делать также если вы участвуете вы по моему участвуете да в интенсиве вы все это можете мне писать в личные сообщения мы будем с вами вместе решать можете скидывать в чат образцы девочки так делают навязали образцов скинули в час посели мнения какой образец лучше добрый вечер не всегда могу визуализировать пряжу drops эскимо есть не знаю какой фасон лучше просто лицевой глади вот как у меня свяжите будет вот такой свитер потому что пряжа толстая и толстая пряжа всегда круто смотрится либо платочная вязка либо лицевой гладью вчера как рассмотрела у тебя как вяжешь английскую резинку есть в эфирах про кардиган с регланом очень легко вяжется а вот да но там не по кругу саша каким узором будете вязать свой свитер покажу сейчас все-таки интенсивы затягивают я с прошлого года наблюдая за интенсивами на ю тубе в прошлом решила поучаствовать и теперь опять хочу лена участвуйте конечно из какой пряжи ваш свитер вот этот свитер из пряжи картопу альпака полу кстати очень хорошая из него вязала не вижу уже не первый раз мне очень нравится сзади также просто связано горловина без ада причем она у меня просто по прямой вот сзади у меня горловина она даже у меня без всяких таких в пуклы стиль как-то ну без выреза короче она мне просто по прямой я хотела чтобы тот был такой рубчик из лицевой глади вот он у меня получился видите лицевая гладь чуть закручивается но им не нравится у тебя очень свежий вид всегда вечерами но смысле эфира вечерами потому поражаюсь какой-то волшебный крем или генетика а я в целый день сижу дома ну вот сегодня например ну и чем не уставать да ну мне кажется что какой-то потрёпанно уставший вид у меня будет во вторник и в четверг когда у меня занятия в автошколе и вождение и мы придем скорее всего часов наверное в шесть домой и я наверно там буду уставша но вряд ли возможно это прям будет как-то сильно по мне заметно потому что когда начинается эфир у меня там какая-то лампочка включается и все я уже такая могла час назад сидеть грустить в эфире как-то уже все по-другому но как-то ну так само получается я не специально я не знаю я такая эмоционально всегда в эфира а вот когда в живую девочки меня видят они говорят твой вы совсем другая такая тихенькая мне даже была девочка которая мне сделала как бы замечание что я типа не настоящая какая-то скорее всего знаете в эфире но я не могу сейчас вам говорить правда это или нет тому что многие из вас до большинства из вас меня в живую в жизни не видели не знают какая я но вот в принципе я с чужими людьми очень спокойно и очень тихо и очень скромная очень молчаливая а ну саши вот я такая как в эфире то есть в эфире я как будто знаете такая вот как с близкими людьми но почему-то так получается спасибо они за комплимент такие как будет низ изделия тоже оверсайз или может быть резинка прилегающие постепенное расширение это вы тоже можете самостоятельно решить у меня здесь на свитере а вот так покажу у меня здесь на свитере просто резинка вот как здесь я по рукаву покажу просто резинка и дальше идет лицевая гладь без каких-то увеличений петли я не увеличивала добрый вечер наталья очень рада вас видеть привет куда записаться и платить в директ напишите мне я скину реквизиты и вы оплатите у меня как раз или за супер на на классик лежит вот я и знака париж дочки вязала свитерок регланом сверху это любовь 3 матка осталось от пачки жаль что не хватит на меня у меня тоже 3 мат нет 44 матка у меня на взрослый свитерок на к париж уходила 4 добрый вечер что сам наушники они у тебя в столе внизу самом нижнем ящике цене пришел настя привет как твои дела будешь участвовать в интенсиве ангелок спасибо спасибо за финансовое понимание но это у меня уже сколько я уже почти полтора года провожу интенсивы добрый вечер добрый вечер я не определилась моделью рисунками теперь переживаю что не успею выбрать если прям совсем не успеваете и не понимаете вяжите как у меня либо опять таки посмотрите мои stories я еще накидаю туда идеи и вы сможете себе что-нибудь выбрать хочу с тобой на не знаем как по времени хотя мужу надо и сына свитер настя давай вяжи хотя бы на дочку вот или сына потому что помню ты дочки вязала свитер нет свитер ты вязала я помню прекрасно это прекрасную фотографию на я не помню свитер или платье там была настя напомни даша привет настя давай банду саша если вязать мужской свитер регланом как вперед делать немного меньше чем спинку я вижу одинаково реглан и вперед и спинку сашенька букле лучше вязать лицевой гладью свяжите образец лицевой глади свяжите образец платочной вязкой посмотрите что больше нравится платочной вязки могут быть такие полосочки прикольные если вам это понравится тогда вяжите саша подскажи пожалуйста если вязать и залезала на голд плюс 140 метров на 100 грамм будете смотреться свитер на сорок шестой размер конечно плотность вязания средний не плотно и не рыхло конечно будет вот точно так же как у меня вяжите просто вот такой широкий свитер лицевой глади все будет отлично саша тебе этот свитер не колючий нет я ношу на голое тело мне нормально извините может что-то пропустила будете вязать свитер оверсайз может модель hey word как вы видите hey word нет ну но это будет просто спущенное плечо вот как у меня здесь сашенька мой муж увидел тебя смотрю игрит передавай приветик вася тебе тоже привет из крыма я дочки с тобой вязала свитер и платье лапа песо все сына буду вязать пряжи есть наверно в настя это платье наверно у дочки было вот последнее что ты вязала это ж было платье я помню очень красивая так давайте теперь расскажу по поводу эфиров по поводу пряжи сначала по поводу пряжи я сама буду вязать сейчас я тут что-то хочу сесть чтобы чтобы не было видно не за потому что я в домашних штанишках ну я одела свитер специально чтобы вам показать и штанишки домашние я буду вязать и свитер из пряжи которую я первый раз буду использовать не знаю какая она но мне она очень нравится по мягкости это швиторг я люблю всякие такие новинки тестировать которые бюджетные на себе и вот буду вязать для себя из этой пряжи пряжи швиторг называется соф е почему-то эту пряжу многие называют носочные пряжи типа для носков она хороша ну конечно она хороша для носков тут хороший для носков состав но я вообще совершенно спокойно буду из нее свитер вязать и не думаю что это прям катастрофа мне 50 грамм 120 метров от взяла такой цвет какой-то типа оттенок горчичного какого-то здесь 55 процентов полиамид полиамид это вообще очень мягкая искусственно нитка вот как раз тот на к париж знаменитая то есть полиамид 30 процентов вискоза ну кто-то ее относит к натуральному составу кто-то нет я вообще вискозу люблю 10 процентов кид мохер и 5 процентов baby альпака она чуть пушистая это как раз мохер и альпака вот эти 15 процентов пушистости ей дают за счет большого содержания полиамида она очень мягкая ну плюс вискоза она дает тоже прочность некоторую и не тоже никак не ужесточает пряжу короче вот из такой пряжи буду вязать она очень тонкая я еще не знаю в два в три в четыре сложения есть не буду вязать я связала малюсенький образец буду вязать вот такой резинкой вот вот такой специально связала чтоб с этой стороны было так с этой так посмотреть но нет все таки буду вот такой резинкой вязать в интенсиве покажу как я ее вижу будет отдельный выпуск даже не выпуск просто маленькая коротенькое видео вот покажу как вязать вот эту резинку буду вязать вот таким узором полностью весь свитер и он будет вот такой как это то есть я возьму все размеры с этого свитера горловина будет такая же только узор будет вот такое пряжа будет другая вот здесь в три ниточки связано спицы номер шесть но с вами еще во вторник свяжу другой образец наверное в четыре ниточки и более толстые спицы возьму потому что я хочу чтоб свитер был крупный чтоб вязка была крупная это мое решение вы можете вязать как я вы можете вязать любой свой другой узор сейчас почитаю что вы пишете и расскажу еще про про расписание так я буду вязать не в прямых эфирах но уже знаешь что и как хочу ли она как я рада давай вместе прям прямых эфирах с в интенсиве лена это моя хорошая знакомая которая тоже очень круто вяжет она тоже живет в симферополе ну или не в симферополе но имеется ввиду что вот прям рядом со мной лена где вы сейчас живете вот и мы лично ее знаю саши очень хорошая девочка я рад и что ты с нами будешь вязать сам лена будет с нами вязать хайворд знаменское вязать будет ой но это вот кто девочки мои и знает будут с ней вязать одно платье высажив с косами второе платье ажурное синее да вот ажурное синее вот это все-таки платье саша плечевой шов прямо или укороченными рядами у меня здесь прямой я буду вязать прямой но скорее всего я вам покажу расскажу как вязать скос плеча потому что вот в таких свитерах когда слишком спущенное плечо многие вяжут вот как раз этот скос и я вам тоже расскажу хотя я уже ой мне не выключено уведомление хотя я его уже рассказывала в свитере с точным рукавом я очень хочу стиль бомжа с дырочками только надо научиться большие дырочки делать ой будет очень красиво детская новинка с узором сотами на спицах три с половиной хорошо будет или больше взять диаметр вяжите образцы вот когда у нас будет вторник мы будем разговаривать с вами про образцы и там я вам буду советовать обязательно несколько образцов вяжите чтобы понять какой лучше для вас вариант я сейчас не могу сказать к тому же я с детской новинки не вязала то есть горло защипом а горло защипом аня я же хотела горло защипом у меня даже но записано в плане я забыла сейчас да надо показать да может быть я покажу на каком-то другом изделии да я хочу показать вот такую круглую горловину и резинкой связанную но такую вот которая заворачивается счета есть двойная такая как я это делаю очень легкий вариант очень легкий способ такое знаете без закрытия иглой а просто провязал изогнул но чтобы вам разнообразное что-то показывает потому что уже закрытие иглой у нас тоже было я думаю что вы самостоятельно тоже сможете это связать до горло защипом надо показать мы завтра уже начинаем да настя начинаем присоединяйся я сейчас тоже вяжу и швиттер га диана в два сложения пока все нравится и сделаны я не вязала еще здравствуйте саша как вы считаете если сделать низ без резинки а рукава с ней да нормально будет конечно вообще вот насчет этого тоже не беспокойтесь когда не с резинкой рукава резинкой город резинка нет можно как угодно или например если на рукаве резинка значит на горловине резинка тоже не обязательно поэтому вообще совершенно спокойно может быть резинка только на рукаве а здесь как угодно только вот единственное что мне нравится что когда если два на два резинка то она и два на два в других местах вот это как бы я советую соблюдать если резинка один на один то она так тихонечко покажу то она его здесь один на один с восьми до десяти детей купаю спать укладывать поэтому никак лена но ты же можешь смотреть записи эфиров на моем youtube канале чтобы участвовать в интенсиве не обязательно смотреть прямой эфир можно смотреть повторы в любое удобное для вас время выполнять домашние задания и точно также участвовать у нас многие девочки из сибири и золотая и там нереально посмотреть прямой эфир потому что они спят в это время поэтому как раз таки на ю тубе бесплатно все будет выложено будете сразу смотреть саша простите не поняла я вы будете подробно рассказывать о бесшовном в круговую для меня это впервые вижу жаккард очень волнуюсь да да буду рассказывать я уже это рассказывала но буду еще раз ализе суперлана классик тоже наверное две нити и какие тогда спицы суперлана классики не помню что ты запряжешься такое знакомое в две нити точно так же вяжите образцы девочки нет ни одна вам вязальщица ни один мастер вам не скажет точно какой вам номер спиц взять потому что у каждого своя плотность вязания у каждого свои какие-то особенности вот по поводу вывязывания того или иного узора и вам нужно под себя подстраиваться вам нужно вязать образцы разными диаметрами спиц по записи тоже можно участвовать в интенсиве не я своем опыте интенсива в почти все эфиры в записи смотрю вообще без проблем даже хорошо паузу можно ставить дабы осмыслить мне вот девочки все говорят что они эфир смотрят просто как развлечение берут там другое какое-то вязание вяжут слушают а потом чтобы выполнить домашнее задание они уже садятся смотрят запись эфира и вяжут уже вернее не вяжут или пишут тогда уже с паузами то есть два раза смотрит так соскучилась буду с вами сашенька давайте я эфир и смотрю запись очень удобно насти молодец давайте теперь расскажу про расписание понедельник завтра мы начинаем в понедельник мы будем сейчас я открою так из какой пряжи каким узором я сказала если есть вопросы пишите в понедельник мы с вами снимем мерки и нарисуем схематичное изображение выкройки как будет выглядеть наш свитерок это очень важный наверное я всегда говорю какой там процент успеха я всегда говорю образцы и правильно снятые мерки это очень важно и мы потом эти все рисунки будем использовать в дальнейшем в нашем интенсиве то есть вы обязательно это все будете себе рисовать а потом в процессе вязания в процессе расчетов будете все время возвращаться поэтому завтра очень важный прямой эфир повтор как повторюсь вы посмотрите на youtube канале моем и спокойно сделайте домашку дальше во вторник мы будем вязать с вами образцы делать их в этого просто с вами расскажу повяжу расскажу что важно знать в образцах как правильно в этого делать для чего это все нужно то есть такой будет познавательный эфир который поможет вам в будущем то есть будущем вы будете все эти знания использовать при вязании вообще любого изделия даже носков ой люда саша привет прекрасно выглядишь рада тебя видеть привет большой обнимаю тебя да девочка с которой мы встречались во любови так дальше в среду мы будем делать расчеты переда и спинки до выреза это она тоже такая простая тема но в то же время я вам расскажу по поводу разных узоров вот если у вас есть несколько узоров изделий если вы вяжете по кругу если вы вяжете деталями разными как это все посчитать в четверг мы начнем вязать там я не думаю что будут какие-то сложности чтобы набрать просто петли и начать вязание я думаю каждый с этим справится но как правило я что-то рассказываю еще дополнительно отвечая на ваши вопросы то есть будет такой эфир обобщающим все что мы изучили на предыдущих трех днях саша в круговую до проймы вяжем или до горловины кто как хочет вот опять же свитер будет со швами или бешев кто как хочет кто хочет со швами вяжет кто хочет без швов я буду рассказывать и так и так это решаете вы поэтому тут нет определенного одного ответа оплатить можно до принять участие еще можно можно оплачивать течение первой недели нашего интенсива вот прям до воскресенья следующего можете еще всю неделю оплачивать потому что вы успеете еще связать если оплатите ну там не знаю в четверг предположим дальше на второй неделе мы будем разбираться с вырезом я расскажу разные расчеты выреза v-образного круглого прямого выреза во вторник это уже будет 6 ноября мы свяжем вырез будем его вязать ну то есть я тоже думаю что покажу вам круглую горловину v-образную горловину сам вот конкретно вырез не обвязка горловины а вот эта часть дальше в среду 7 ноября мы посчитаем рукава я вам расскажу как сверху вниз как снизу вверх считайся что там какие нюансы есть в четверг 8 ноября мы с вами начнем вязать рукава я вот покажу как здесь набрать петли красивые как отсюда связать сверху вниз кто вяжет рукава снизу вверх тот естественно будет снизу вверх набирается но тут тоже я думаю ничего сложного не будет и на последней третьей неделе в понедельнике мы сошьем плечи вот так вот красиво аккуратно сделаем в этой детали либо целого свитера если вы вязали без швов во вторник 13 ноября мы обработаем горловину вот я покажу как раз тот самый загибчик про который аня сказала вот он у меня записано я забыла хотя я не планирую его в своем свитере ну посмотрим может пряжа останется тогда свяжу вот такой вот загибчик красиво среду 14 ноября мы будем сшивать свитер естественно если он у вас со швами если он у вас без швов то вас вид уже будет готов и в четверг мы просто подведем итоги 15 ноября поговорим какие-то сложные вопросы разберем может быть вы свои впечатления мне расскажете интенсив закончится 18 ноября это воскресенье и до понедельника до 19 ноября включительно вы мне можете скидывать свои готовые работы после каждого прямого эфира я буду давать домашние задания домашних заданий у нас в этом интенсиве будет всего 11 штук каждое домашнее задание вы будете выполнять в определенные сроки но они не сильно сжатые например вот после 1 завтрашнего эфира у вас будет домашнее задание мне выслать ваши мерки и схематичное изображение выкройки и это все вы должны сделать до 8 ноября 8 ноября это четверг то есть я вам даю полторы недели на выполнение этого домашнего задания если вы не успели выполнить домашнее задание вообще нет ничего страшного то есть если вы даже 8 еще это не сделали вы можете скидывать мне позже но нужно меня заранее предупредить просто чтоб я знала что вы нигде не потерялись вот после того как вы выполните все 11 домашних заданий вы получаете в конце интенсива сертификат о том что вы прошли этот интенсив благополучно успешно вы участвуете в розыгрыше подарков у нас сейчас на данный момент уже есть семь спонсоров которые подарят вам в конце интенсива свои подарки там будут и вязаные игрушечки и мастер-классы и пряжа что там еще 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 есть один секретный подарочек много подарков будет и еще не все спонсоры мне написали точно окончательно то есть я думаю что их количество еще увеличится также после интенсива вы можете обмениваться подарочками с другими участницами это как раз вот занимается у нас анжелика которая сейчас спит потому что она живет очень далеко не сейчас глубокая ночь она занимается обменом подарочков то есть вы будете еще потом между участницами обмениваться самостоятельно подарочками вот кто не успел выполнить домашнее задание кто не связался в этот срок ничего нет страшного вы можете спокойно потом его довязывать но в то же время учтите что оплату я не возвращаю то есть если вы оплатили участие ну это уже все вы взяли ответственность за то что вы будете вязать со мной и потом вашу денежку я возвращать не буду я думаю что это честно вот рассказала я все что по поводу сейчас отвечу еще на вопросы ваши что по поводу самих участниц те девочки которые уже оплатили кому я уже скинула ссылки на наш чат у нас есть телеграме чат где общаются девочки участницы всех моих интенсивов там уже более 500 человек и вы можете общаться там на любые темы искать себе подруг и обсуждать абсолютно все что вы хотите то есть не только вязание вот те девочки которые вот уже участвуют скиньте мне пожалуйста в телеграм напишите мне в телеграме личное сообщение со своим ником instagram это очень важно чтобы я у себя в таблице отметила что вы на связи там же в личные сообщения в телеграме вы мне будете скидывать свои домашние задания обязательно следите за темами эфиров я буду публиковать темы эфира в закрытом профиле instagram краснобаева интенсив и у нас в канале телеграм там будут темы эфиров там будет время эфиров но мы будем заниматься с вами по из понедельника по четверг каждый день вот понедельник и вторник следят четверг 20 на ноль по москве и следите какие темы будут потому что бывает такое когда девочки мы рассматриваем например сейчас горловину а девочки мне пишут саж не могу рукав посчитать помоги пожалуйста а рукав мы еще не рассматривали то есть посмотрите будет ли эта тема и тогда уже после к того как закончится эфир по рукаву вы задавайте свои вопросы по рукаву но не раньше следите пожалуйста за домашними заданиями и за сроками выполнения это тоже все будет в нашем закрытом профиле instagram и в канале telegram обязательно смотрите когда вам нужно выполнить домашнее задание и какое домашнее задание также в канале telegram я буду скидывать аудио сообщения там будут вопрос ой ответы на часто задаваемые вопросы какие-то новости тоже обязательно их прослушивайте вопрос и мне пишите только в личные сообщения либо в чат девочкам девочки могут там отвечать но не директ в директе я бываю редко во время интенсива потому что не могу охватить все сразу пишите в личные сообщения telegram дальше если что-то с телеграмом у вас не получается вообще не разбираетесь что делать куда обижать пишите моему саше как найти сашу пишите мне в директ я вам скину сашу саша тогда уже вам поможет все установит и ну сто процентов вы будете с нами это важно чтобы вы были подключены к моим личным сообщением к чату канала в телеграме в закрытый профиль instagram чтобы вы были добавлены потому что иначе вы не сможете работать с нами вы будете просто смотреть эфира ну тогда какой смысл участвовать да то есть если вы участвуете все-таки будьте со мной на связи и обязательно смотрите эфиры смотрите эфиры обязательно смотрите их записи если вы пропустили эфир не пытайтесь вязать как-то что-то сами потому что опять таки если вы участвуете то давайте вязать вместе так как рассказываю я так как я это все вам преподношу не самостоятельность и самостоятельно тогда вы можете и без меня все связать сейчас 10 минут есть быстро постараюсь ответить на вопросы оплатить еще можно можно оплачивать можете мне спокойно писать директ вышлю реквизиты саша вот как в любви тебе не признаться я уже образец связано мне очень нравится ты меня вдохновили спасибо еще телеграмм нужно а то мне только цап нет ватсапе у нас ничего нет у нас только в телеграме вы устанавливаете себе телеграм если его нет пишите мне я вам скидываю ссылки там у нас чат там личные сообщения со мной там у нас канал у нас там весь интенсив проходит практически и если вам не нравится телеграма вы не хотите им пользоваться тогда просто после интенсива через три недели удалите его и все и не будете пользоваться но это наше такое условие я не думаю что это очень сложно установить телеграм и общаться там потому что ватсапе я кто-то ватсапе кто-то в вайбере кто-то вконтакте не скидывает домашние задания где я не бываю кому-то в одноклассниках удобно кто-то в директ кто-то в личные сообщения в телеграме понимаете вас уже более 100 человек и я не могу каждому вот помнить о каждом заходить везде вот если у нас идет интенсив я только в телеграме я там отвечаю я там сижу я слежу и поэтому подстроитесь под меня вас много я одна но это очевидно у меня 6 ноября день рождения если не успею связать это плохо нет конечно ничего страшного к тому же у нас интенсив до 18 ноября до 18 вы точно успеете хотела бы связать дочери подарок только она живет в москве я в области она чуть покрупнее меня мерки придется снимать с меня так можно конечно можно из какой пряжи ализе лучше связать ализе лана голд это самая популярная пряжа вяжите из него она не подводит саша двоечность принимаете почему нет конечно эфиры будут доступны в youtube до все записи эфиров сразу после эфира я выкладываю на свой youtube канал там вы можете их посмотреть в любое время вот сейчас эфир пройдет я выложу запись можно вязать из дропс альпака букле можно можно любую пряжу саша вы не ответили 500 граммов пряжи до сложения вязать хватит я ответила мне кажется что из пять с половиной миллиметров спицы тонкие мне кажется надо толще чтобы хватило 500 грамм добрый вечер как обрабатывали горловину на вашем свитере и корт не как просто тут просто уйдут убавки тут кромочная все готово никак я ее не обрабатываю это самый по-моему быстрый легкий свитер хочу очень у мужа юбилей на неделе боюсь не успеть если на неделе юбилей то у вас следующие две недели будут свободны значит вы успеете заняться свитером вам предостаточно времени будет чтоб успеть эту неделю занимайтесь мужем подготовка я потом будете наверстывать успейте точно как попасть канал в телеграме если вы участвуете у нас в интенсиве я кидала ссылку на канал telegram в директ зайдите посмотрите я наверное замучила всех своим жаккардом но это надеюсь последний вопрос как вам саша лично больше нравится жаккард круговыми рядами или поворотными если смысл осваивать поворотные ряды жаккард люблю круговыми рядами чтобы не заморачиваться потом не сшивают чтоб узор там как-то вдруг не совпадет цвета поэтому в круглую жаккард вязать удобнее я не люблю вязать поворотами вообще поэтому и жаккард удобнее по кругу то саша извините отвлекли куда сбрасывать домашки для чего закрытый чат в инстаграме закрытого чата в инстаграме у нас нет у нас есть закрытый чат в телеграме он служит для общения вы будете с девочками общаться с участницами интенсива домашнее задание скидывать мне в личные сообщения telegram но лариса не переживайте вся эта информация будет в инстаграме в нашем закрытом профиле краснобаева интенсив там будет все ответы на ваши вопросы я постараюсь кинуть это все сегодня завтра чтоб вы уже были уверены я вас не брошу ванне оставлю вы не будете сами где-то пытаться найти узнать и так далее вот заходите в закрытый профиль инстаграм и там будет все у вас появился вопрос вы зашли туда нашли свой ответ если прям совсем не понимаете пишите мне в личные сообщения telegram там я вас буду направлять при любой непонятной ситуации пишите мне в личные сообщения в телеграме не в директе добрый вечер покажите как вязать в два ряда я совсем новичок что такое вы два ряда давайте так мы начнем интенсив и я уверена что у вас все получится по порядку будем все делать выполнять то что я говорю и я думаю что ваши вопросы отпадут если вы новичок не переживайте новенькие очень сильно волнуются что там все участницы уже гуру а я новенькая и только-только начала поверьте много новеньких у меня многие боятся я тоже переживаю но все получится если вы будете работать если вы будете смотреть эфиры если вы не будете пропускать а в 2 нити покажу покажу вот у меня как раз образец связан в 3 я буду с вами вязать в 4 поэтому покажу как вязать в несколько нити так еще вопрос как узнать я уже в закрытом профиле или нет посмотреть у себя в подписках если он у вас краснобаева интенсив зайдите туда посмотрите привет лариса привет вам доступ закрытый профиль instagram будет после будет для окончания интенсива да я не удаляю закрытого профиля instagram вы можете нас оттуда только сами удалиться я не удаляю из чата вы тоже оттуда можете только сами удалиться я не удаляю видео с на ю тубе вы можете в любое время туда зайти посмотреть единственное что я делаю я удаляю из канала telegram после интенсива но опять-таки в канале telegram повторяется вся информация которая есть в закрытом профиле инстаграме почему повторяется потому что вот честно публикуешь все в одно место кучу ответов на часто задаваемые вопросы всю информацию по эфирам по домашним заданиям скидываешь всю информацию вот по расчетам и все равно задает вопросы саша помогите где найти где посмотреть поэтому я все дублирую дублирую и в stories дублирую дублирую и в канал и в закрытый профиль чтобы вы точно хоть где-нибудь но это нашли потому что к сожалению не могу не получаются у меня всех вот так вот собрать многие девочки внимательные слушают запоминают как-то вникают а кто-то не хочет и потом ищет 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 не может найти поэтому я делаю все возможное чтобы вы нашли эту информацию чтоб вам было удобно кому то удобно это все в телеграме смотреть кому-то в закрытом профиле instagram кто-то вообще в телеграм не заходит поэтому только в инстаграме сидит кто-то наоборот instagram сразу отписывается потому что ну как бы лишний профиль зачем надо и сидит в телеграме то есть все для вашего удобства я вот прям стараюсь так чтобы вы точно все нашли саша привет сколько нужно ланы год на свитер размера с 500 грамм хватит вот так у меня даже 400 уходит так даже объяснить не ползнить не переживайте через три недели у вас будет готова свита все будет супер и вы все поймете саши мы вяжем оверсай снизу или сверху вяжем снизу вверх снизу вверх от от сложного ой от легкого от простого к сложному потому что вырез посложнее чем просто вязать по кругу или туда-назад девочки всем привет хороший рабочий продуктивной недели спасибо же не благодаря вам с регланом на ты теперь хочу оверсайз освоить ну вот отлично какое время начинаем интенсив завтра в 20 на ноль по москве будет первый эфир все девочки я ответила на все вопросы на эльма на год ну я думаю грамм 600 700 зависимости от того что вы хотите потому что если косы 700 если лицевая гладь 600 если короткие 500 хватит если длинный прям ниже попы то и все 800 ну как бы очень тяжело ответить вот так сходу вверсайз вяжут с регланом конечно да но мы не будем с регланом мы будем вот таким со спущенным плечом и вообще да конечно любой свитер оверсайз можно связать любым фасоном сашенька привет давно вас не видя но очень рада приветик вам уже заканчивается эфир ну девочки я вроде все рассказала присоединяться еще можно обязательно добавляйте закрытый профиль instagram в канал telegram в чат telegram в личные сообщения в telegram все ссылки я скидываю вам в директ как только мы подтверждаем оплату все я вам скидывать внимательно прочитайте мое сообщение там есть все если какие то есть вопросы пишите мне в директ если вы уже в telegram и есть тогда пишите мне в telegram и в личные сообщения до горловину можно будет сделать любую то круглую v-образную воротник стойка какой-то широкий хомут просто прямую лодочку можно будет любую то вот я вроде все рассказала в личку вам написала ответьте пожалуйста хорошо отвечу завтра встречаемся вы можете если реквизиты напишу спросите лучше те же реквизиты или нет у меня в директе потому что девочки с украины оплачивают по старым реквизитом у нас у к для украины реквизиты новые поэтому лучше спросите в директ я тогда полистаю переписку уже увижу что реквизиты те и вам напишу так что еще если вы ну оплату подтвержу конечно я как правило захожу и сразу всем отвечаю вот так вот прям постоянно быть директ я не могу я сегодня весь день принимала оплату часов по моему до 6 после 6 я уже закрыла instagram и стала готовиться к эфиру конечно подтвержу что еще если вы сомневаетесь участвовать или нет вы можете посмотреть пару эфиров посмотреть как я веду эфиры как мы занимаемся а потом только присоединиться к интенсиву то есть совершенно спокойно можно присмотреться сначала а потом уже оплачивать и вязать с нами так что не стесняйтесь все до завтра тогда 20 но встречаемся жду всех пока